Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся, говорим с российскими писателями. Такой десант, можно сказать, в нашем городе. Это Алексей Варламов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И Андрей Геласимов. Здравствуйте. Добрый день. Интересно, что сегодня в нашей студии писатели, которых объединяет очень многое. Они не только писатели, но также и преподают. Алексей Николаевич Варламов является ректором литературного института. Андрей Геласимов, доцент литературного института имени Горького, ведет семинары также. И, насколько я знаю, вас объединяет любовь к английской литературе, к английскому языку. И что еще я забыл? Октябрь, журнал «Октябрь», в котором, кстати, я понимаю, что вы начинали, у вас творческий путь начинался. То есть можно вот найти таких точек соприкосновения довольно много, да? Да, и даже я познакомился с Алексеем Николаевичем много лет назад на Женевском книжном салоне. Я был модератором его выступления. Я его тогда первый раз увидел и представлял его в Женевской публике. Насколько писатели, которые… Да, я хочу сказать еще, что сегодня в 19 часов в книжном кафе «Полярис» будет встреча. Так что, если что мы не договорим сегодня, вот сейчас в рамках этого часа оставшегося, то можно обязательно задать какие-то вопросы, если у вас есть, прийти в книжный кафе «Полярис» в домене. И, конечно, сегодняшние наши гости – это великолепные стилисты. То есть сколько я не читал, вот смотрел, что о вас пишут, все отмечают действительно владение изумительным стилем, языком, очень богатый язык. Читатели, которые ваши книги читали, они все это отмечают, и в том числе отмечают, насколько даже книги ваши не похожи друг на друга, я имею в виду даже одного автора, насколько каждого судьба интересная. И, может быть, начнем с того, насколько писатели вообще дружны между собой. Вы часто, я понимаю, встречаетесь, пересекаетесь на всевозможных книжных ярмарках, выставках, международных просветительских экспедициях, как это. Насколько писатели… Есть ли дружба между писателями, или это обычно вот такие волки-одиночки, которые не любят пускать к себе в свой мир? Ну, я думаю, что одно другому не мешает. Писатель действительно существовал одинокое по своей натуре, и, думаю, у каждого своя кухня, и вряд ли кто-то на эту кухню ходит. Но за её пределами, я думаю, мы такие же люди, как все остальные, и писатели дружат не только с писателями, но и с другими людьми дружат. Но если говорить именно о писательской дружбе, конечно, во-первых, мы с Андреем давно знакомы, и часто вместе куда-то ездим, но потом нас сейчас объединяет Литературный институт. Я очень рад, что мне удалось уговорить Андрея Валерьевича прийти к нам на работу в Литературный институт. Кстати, очень многие писатели туда стремятся прийти преподавать, но мне вот как ректору хотелось позвать именно тех, кто, на мой взгляд, соединяет в себе талант автора, известного писателя, узнаваемого, и талант педагога. И я очень рад, что у Геласима это есть, его действительно очень любят студенты, он так очень влился в наш коллектив, и я считаю просто предметом своей гордости то, что мне удалось пригласить его на работу. Ну а если вот шире говорить о писательской дружбе, для меня таким примером именно наших дружеских встреч является Ясная Поляна, потому что у нас есть такой вот Яснополянский кружок, который формируется вокруг премии Литературной Ясной Поляны, и в самой усадьбе Льва Николаевича Толстого, где мы встречаемся несколько раз в году, но самая главная встреча происходит в сентябре, на день рождения Льва Николаевича, действительно приезжают писатели из разных городов. Это вообще такая была очень важная история, потому что Яснополянские писательские встречи возникли в 90-е годы, когда среди русских писателей произошел очень сильный раскол по разным идеологическим, мировоззренческим причинам, люди, которые дружили десятилетиями, вдруг перестали друг с другом здороваться, даже узнавать друг друга, и вот именно фигура Льва Толстого была призвана объединить этих людей, чтобы вот здесь-то уж они примирились в разные поколения, разные стили, направления. И вот много лет мы ездим в Ясную Поляну, и я очень рад, что Геласимов в этом году тоже у нас в Ясной Поляне был и привез свой фильм, фильм Сергея Соловьева, снятый по его рассказу. Я впервые, да, этот фильм увидел, и мне он необыкновенно понравился, и Андрей, мне кажется, очень хорошо вписался. Но помимо Ясной Поляны мы в этом году, например, были в Владивостоке вместе, да, то есть вот российская география, не только Европа, год назад мы были во Франции, вот эти различные точки пересечения от Тверского бульвара до Владивостока и Монт-Пелье, вот эти наши путешествия, наши разговоры, это правда очень здорово. Насколько я понимаю, что вы действительно в хороших отношениях и с режиссером Сергеем Соловьевым, и с Бастой, с рэпером Бастой, который... Общаемся. Да, и такой удивительный, мне кажется, совершенно необычный плод этого общения это саундтрек к роману «Роза ветров», который... Ну да, и сейчас выходит через месяц роман «Чистый кайф». Он, собственно, посвящен культовым фигурам из мира русского рэпа. То есть настолько было... Я написал роман, да, после длительного общения с этими людьми, рэперами современными, я написал роман. У меня образ собирательный, это не конкретный какой-то человек, просто я слышал много историй от этих ребят и записал вот это, то, что получилось. «Чистый кайф» мы представляем на литературной ярмарке «Нонфикшн» 8 декабря. Кто будет в Москве 8 декабря, приходите, я расскажу. Насколько действительно это же другое поколение? То есть я забыл ещё один момент, вы практически ведь ровесники, тоже поколение, родившееся, ну, может быть, в середине 60-х. В середине 60-х, да. В середине 60-х. Вот насколько вам интересно поколение более молодое, вот насколько оно отличается от вас, насколько его легко понять? Оно отличается очень сильно. Я как раз за это и благодарен Алексею Николаевичу, что он уговорил меня работать в литературе институте. Потому что я уже чувствовал, что, ну, я старею, да, мне уже за полтинник. И многие процессы, которые происходят в молодом поколении, мне, ну, не то, что не нравились, они мне стали малопонятны. А инициатива Алексея Николаевича, который сказал, надо с ними встречаться, она, как раз, была не только для студентов, поэтому спасибо вам отдельно, она была для меня. Я очень признателен ректору литературе института за это, потому что он меня буквально спас. из того, что, из этой косности, да, которая приходит с возрастом, из-за медлительности мозгов. Сейчас я, как оказался совершенно в другой, очень живой атмосфере. Молодежь мыслит не так, как мы. Я очень признателен, потому что тем самым Алексей Николаевич просто продлил мне жизнь как художнику. Я просто очень счастлив. Говоря про рэперов, ведь они известны тем, что вставляют там порой крепкое словцо в свои, из-за чего на них вот бывают гонения. Вот насколько это вызывает ли у вас отторжение, или насколько рэперы близки, как вы считаете, это продолжение литературы другими средствами или нет? У самых лучших исполнителей их тексты – это хорошая поэзия, это настоящая поэзия. И то, что там проскакивает ненормативная лексика, ну, она у меня теперь в романе проскакивает, мы просто заклеим его в целлофан, и на нем написано 18+. Все юридические тонкости мы соблюдаем. – Возвращайся, я понимаю, что для вас, может быть, «Роза ветров» двухлетней давности – это уже прошедший этап, но тем не менее для читателей, которые откроют этот роман… – Там нет ненормативной лексики. – А в саундтреке просто, может быть, несколько слов. Я удивился, действительно, я не слышал, чтобы писали саундтрек к фильму, да, к роману – это что-то невероятное. – Ну, такая была идея, да, сделать ОСТ для книги, офишал саундтрек. Он поставил его в YouTube. После того, как вышла книга, значит, вот этот… Мы поехали. Режиссер Олег Че поехал на Сахалин, снимали, артистов брали. Сняли клип, да, даже, не только трек, но и клип. – Про мореплавателя и следователя Геннадия Невельского, то есть вот его играет… – Роман о Невельском, да, действительно. О его путешествии к Сахалину и к Устью Амура в середине XIX века, присоединении к Российской империи при Амурье и у Сурийского края. – Время, с одной стороны, вот большой игры. То есть то, что сейчас очень любят сравнивать, как-то рифмовать в XIX век с нынешним. Вот насколько, по вашему мнению, вы же читали мемуары, погружались, даже в архивы заходили исследовать. Насколько для вас, например, эта тема, кажется, актуальна и сегодня? – Она стопроцентно актуальна. Просто вот все, что я изучил, все процессы, которые происходили, но только тогда была борьба между Российской империей и Британской империей, и между, если быть точнее, между Российско-американской компанией и Ост-Индской компанией из Англии. Все это прямо один в один происходит сейчас между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это ровно. Игра идет такая же, и она по тем же правилам, с соперничеством, с всякими сложными подковерными играми. Поэтому мне было предельно интересно изучить, как это зарождалось. – То есть меняются социальные системы, кажется, что совершенно все другое. – Меняется идеология, меняются мозги у людей, но правила игры остаются ровно теми же. То есть выиграет сильнейший. – Я тоже читал, очень многие говорили о том, что издательство «Молодая гвардия» вырвало буквально вас из такого процесса литературного, художественного. Вы много написали книг в серии «ЖЗЛ». Это понятно, что биография Пришвина, тема была диссертации, но вот остальные персонажи – Булгаков, Шолохов, ой, простите, Шукшин. Шукшин, да. И вот эти персонажи откуда они? Вы их сами выбирали или вам предлагали? – Ну, тут надо как бы про каждого рассказывать отдельно, но, в принципе, это всегда предмет договора между автором и издательством. То есть в отличие от художественного произведения, которое ты… Ну, например, я пишу без всякого договора, там что написал, то написал, то в издательство и принёс, и дальше там они решают, что с этим делать, то, конечно, биография не пишется без договора. Ты сначала заключаешь договор, там ещё аванс тебе дадут, но фигура уже обговорена, да, потому чтобы не было так, что несколько людей взяли одного человека, и единственное, вот я могу сказать, что, конечно, все мои герои, они очень разные, я семь книжек написал Жозеловских, но за исключением Шукшина мне важно, что это всё одна эпоха, да, это вот первая половина XX века, это люди, которые родились и воспитывались как бы в одной стране, в одной системе ценностей, и дальше вот революция как удар, и драматургия перехода из одного состояния в другое, и вживание или невживание в новую действительность, компромиссы, некомпромиссы, вот как это складывалось, мне это чрезвычайно интересно, потому что я, как и многие из нас тоже родился и вырос в одной стране, а уж в Латвии это тем более понятно, да, а потом надо жить в другой, и надо тоже к этому как-то выстраивать своё отношение к этой новой жизни, мне, по крайней мере, вот психологически это всегда было понятно, интересно, близко, меня это интриговало, и это вот то, что объединяет так или иначе моих героев, хотя мне, конечно, важнее гораздо не то, что их объединяет, а то, что их различает, и вообще писатели тем, и интересно, что они не похожи друг на друга. А насколько вам показалось, что мы пережили действительно революцию вот в конце 80-х, 90-х, то есть что-то аналогичное тому, когда ведь многие люди потеряли профессию, потеряли, ну, своё какое-то сословное, можно сказать, положение в обществе, и процессы были чем-то похожие. Ну, чем-то похожие, хотя мне кажется, что, конечно, такого катастрофического сценария, который случился в 1917 году, и, слава богу, столько крови, столько смертей, столько страданий, а такая мощная эмиграция, как была тогда, сейчас не повторилась, хотя, опять же, это если говорить о Москве, о центральной части России, если вспомнить, как это происходило в Средней Азии, если вспомнить, как это происходило на Кавказе, то, конечно, там вот этот катастрофический сценарий в большей степени возобладал. Но всякие параллели хромают, опять же, да, и мне всё-таки при всём том, что у меня неоднозначное отношение к советскому прошлому, но, на мой взгляд, вот если революция 1917 года для меня просто катастрофа, то я не могу сказать, что события 1991 года для меня это катастрофа. Да, это было очень трудно, это действительно событие, которое можно по-разному трактовать, но я бы не хотел возвращения в прошлое, я бы так сказал, да, вот всё-таки вот возвращение к коммунистическим временам. При всей, повторяю, сложности отношений, мне не нравится здесь чёрно-белый подход, собственно, я об этом свой последний роман написал, «Душа Моя Павел», да. Да, но вот сказать, что вот я хотел бы, чтобы вернулось, как было в советские времена, нет, такого я не скажу. Мы просто сегодня 7 ноября, да, как раз… Да, тем более сегодня 7 ноября, я это всё равно повторю, что для меня 7 января – это не красный день календаря, я бы так сказал. – Насколько вот для вас эти события прошлого, если говорить вот о 17-й год, вот о революции, были для России злом, добром, вот изменившим всё, потому что ведь всё началось ещё в февральской революции, дальше пошло всё в разнос, и многие говорят, что наоборот большевики выступили, собственно, той силой, которая сумела собрать вот эти все эти центробежные силы. – Ну, консолидация, несомненно, произошла, но она ведь произошла как бы разбойничьим образом. Власть была захвачена, и исчезла платформа для договора, потому что партий, либеральных и революционных партий, ведь было много. Большевики же просто, ну, узурпировали, они просто силой, поскольку у них было большое влияние в армии и на флоте, в основном на флоте, поскольку Петроград был флотский город и остаётся флотским. Я думаю, вопрос решил именно вот это влияние, и готовность матросов поддержать именно большевиков. Ну, они здорово сработали в смысле пропаганды, агитаторы, да, большевистские. – Да, конечно, они такие лозунги классные были. – Блестящий раз было сделано просто, причём быстро, да, и все остальные лидеры других партий просто, и тем более временное правительство, они просто ничего не успели сообразить, что происходит, где. Ну, и плюс, я так понимаю, что Владимир Ильич Ленин был лидером покрепче, чем Керенский. – Конечно, он был гений. Всё-таки вот в стране никто не решился на этот шаг предложить Брестский мир. Хотя это была страшная вещь, Брестский мир. Отдать территории, за которые миллионы только что жизней были отданы, отдать эти земли, включая вот то, где мы сейчас находимся, это, конечно, на это надо было настолько рискнуть пойти, не испугаться. Ленин не испугался и в конечном итоге победил, потому что значительная часть была к 21-му году возвращена. Но кто мог тогда в 18-м году предположить, как всё сложится? – И даже среди большевиков было огромное количество… – Раскол был страшный, конечно, его мало кто поддержал, он остался в меньшинстве. То есть, конечно, это был человек очень нетривиальный. – Решительный уж точно, да, и рисковый. Но игрок, настоящий игрок. – Настоящий игрок был, да. – Да, у него вышла очень интересная биография Ленина, которую написал Лев Данилкин, как раз в серии ЖЗМ, где «Когда пантократор солнечных пылинок», где он как раз предлагает такой современный взгляд на Ленина. Мне кажется, нам немножко не хватает на слишком политизированное отношение к истории, особенно к историческим личностям. И вот такой свободный взгляд художника, эссеиста на Ленина, очищенный от коннотаций, мне это кажется очень интересно и заслуживает внимания. – Но вот, кстати говоря про Данилкина, у него прямо читается, вот он как бы побывал по всем ленинским местам. – Да, у него это путешествие, это травелок такой, да, вот он путешествует вслед за Лениным. Ну что, Данилкин когда писал про Гагарина, с парашютом прыгал, то есть он такой человек, который, да, любит на себе сначала что-то испытать, а потом у него в этом такие книги получают. – Ну вот то, что не только в Шушинское съездили, не только в Париж, но и в Шушинское. – Да, конечно, везде, всё по-честному. – А когда вы писали про своих героев, вы пытались там найти ту самую кровать, на которой спал, не знаю, Ван Гог, как там Ирвин Стоун, по-моему, спал в его кровати? Это ещё она сохранилась в 30-е годы. – У меня сейчас в кабинете стоит диван, на котором родился Герцен. И когда приходят в Лит-Институте, да, и когда приходят высокие делегации, поскольку ремонт и сажать людей некуда, то я их сажаю на диван Герцен и говорю, вот, и мы вспоминаем стихи Коржавина, да, там, какая нехорошая собака разбудила Герцена, кому мешало, чтобы ребёнок спал. Нет, ну если говорить серьёзно, то, конечно, за всем не уследишь, везде не побываешь, но, конечно, стараешься влезать в шкуру своих героев, это не всегда удаётся, но мне интересно, эти люди становятся действительно тебе близкими, и вот мы как раз сегодня об этом говорили, у нас была очень интересная встреча в школе, мы с детьми там говорили на самые разные темы. – В сороковой школе. – Да, вот у меня закон такой, я отношусь к этим жиловским биографиям как к ремеслу, да, вот я заключил договор, мне дали, мне, в общем, дают человека, к которому я могу быть вначале либо равнодушно относиться, либо враждебно даже относиться, скажем так, вот я писал книгу об Алексею Толстом, ну, у меня он совершенно был несимпатичен изначально, но я понял одну вещь, что если ты своего героя не полюбишь в конце книги, значит, она не получилась, вот надо его полюбить, и у меня так или иначе это происходило, о ком бы я ни писал. – Мы сейчас сделаем маленькую паузу, а, у нас нет рекламы, замечательно, мы можем зато сразу принять ваши звонки, я попрошу гостей надеть наушники, потому что будет слышно вопросы в наушниках. Здравствуйте. – Добрый день, спасибо, Александр. Вот вы здесь, так сказать, нелесоприятно упомянули про Ленина, вы в Латвии выступаете, а вот латышские стрелки поддержали его, а про Керенского я вам хочу сказать, что уважаемые партнеры западные были за Керенского, и сбежал он на посольской машине американской. – Спасибо, спасибо, нет, мы не пишем, потому что это не тема сейчас книги, но я понимаю, что вступаются отношения к латышским стрелкам, кстати, да, это очень такая тоже болезненная тема, потому что в Латвии очень-очень странно, с одной стороны, я понимаю, что латыши, ну и вообще латвийцы, с одной стороны, с некоторой гордостью говорят, вот наши латышские стрелки, вот они-то вот и разрушили Российскую империю, но когда доходит дело, ну как бы до других исторических реалий, понятно, что к ним отношение другое, все их памятники латышским стрелкам убираются, сносятся, хотя один стоит у нас на центральной площади. Вот, может быть, отвечая на вопрос нашего слушателя, латышские стрелки, их роль тоже в революции, ведь они тоже пострадали в 1937 году, гребенка прошлась по оставшимся в живым, и там практически репрессированы были почти все с латышскими фамилиями. Ну да, по сути дела, события второй половины 30-х годов, была такая контрреволюция, такой термидор, и Сталин уничтожил очень многих из своих и соратников, да, и тех, с кем вместе делали революцию. Мне кажется, надо просто честно относиться к этой истории, да, и не ловить рыбу в мутной воде. Мы слишком политизируем вопросы истории, понятно, что они горячие, но вот я за такое разумное отношение к историческому прошлому, и надо все честно до конца договаривать и сводить роль латышских стрелков, конечно, только к тому, что они разрушали Российскую империю, было бы несправедливо. И то же самое касается Великой Отечественной войны. Понятно, что, с одной стороны, часть населения Латвии выступала на стороне Германии, но не будем забывать, что другая часть поддерживала Советский Союз. Скажем, я когда в школе учился, то у нас был музей боевой славы в воинской части 9903, там Лизоя Космодемьянская, кстати, была. Командиром этой части был такой замечательный военачальник Артур Карлович Спругис. Он латыш, он сыграл огромную роль в Великой Отечественной войне на стороне Советской армии. Это тоже часть нашей общей истории, которую бесполезно ее делить. Что бы ни происходило, все равно есть какие-то моменты, когда у нас была общая история. И я за то, чтобы просто честно к ней относиться, а не спекулировать. Может ли быть действительно какой-то такой гражданский мир? Вот мне кажется, французы, например, говоря о французской революции, уже как бы спокойно относятся к тому, что да, вот были там аристократы, были там революционеры, Марат, Наполеон. То есть это можно все вот как бы, ну, совершенно спокойно обо всем говорить. Можно, мне кажется, потому что вот, мне кажется, наш радиослушатель ошибается. Мы не говорили нелицеприятно о Ленине. Мы просто пытаемся понять, да, как была расстановка сил и так далее. Я, побывав в Ульяновске года два назад, значит, выступал там в университете. И потом мне сказали, мы успеем только в один музей, либо к Ленину, либо к Гончарову. Да, да. Я говорю, я к Ленину хочу. Это вот я по поводу нелицеприятности. Я скажу, я к Ленину хочу. Гончарову, мне все понятно. Пожалуйста, ответьте туда. Я пришел, значит, мы с женой пришли. Музей пустой абсолютно. Грустные ходят музейные работницы. Говорят, вот, раньше у нас тут толпами ходили. А сейчас вот один писатель приехал. И она мне спрашивает, можно вас сфотографировать? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Они говорят, другие писатели не разрешают себе здесь фотографировать. Боятся. Компромат, да? Да, компромат. Я говорю, да нет, ну что вы, провалился, фотографируйте, я вот встану в музее Ленина. Мне потому что, мне именно интересно, интересны фигуры, что происходило, какие драмы, на какие решения шел этот человек, да? То есть, ну, человек уровня Цезаря, Наполеона. Огромная историческая фигура. Поэтому говорить, что нелицеприятные отношения, это слишком плоско, это не так. Это не так. Мне кажется, мы должны уходить вообще от суда над историей. Историю бесполезно судить. Историю политических деятелей могут судить их современники. Вот мы сегодня можем так или иначе отзываться о политических деятелях, мы живем в это время. Но судить тех, кто жил сто лет тому назад, на мой взгляд, ну, абсолютно бессмысленно. И задача в том, чтобы просто разбираться, в том, чтобы понимать мотивы действия тех или иных политиков, и к чему все это привело. Ну, проблема ведь в том, что, к сожалению, человечество наступает все время на одни и те же грабли и повторяет одни и те же ошибки. Поэтому, может быть, заглядывая в прошлое, мы отчаянно пытаемся понять настоящее. Вы знаете, а мне кажется, что просто политики используют эту карту для того, чтобы найти какую-то базу в прошлом для объяснения своей конкретной сейчас позиции. И мне кажется, это путь только для них. Они дразнят народ, мучают, сталкивают лбами. Мне кажется, вот надо, как Алексей Николаевич говорит, относиться к истории. Вот так и надо. А использовать это в узкополитических целях, ну, это некрасиво. Ну, вот с другой стороны, смотрите, по-моему, советская власть использовала, ну, как бы такую генетическую память. Вот 1 май – это были праздники, которые, ну, примерно совпадали с Пасхой. То есть, ну, что-то такое вызывало. И еще с Вольпургиевой ночью. А еще, ну, вот сейчас примерно такая же вот ситуация, когда вот 7 ноября, вот 4 ноября. Вроде бы, как будто бы вот в одно, ну, примерно в то же время, давайте сделаем, еще найдем какой-то праздник, чтобы вот как будто бы, ну, вот это остаточная память, что в начале ноября что-то празднуют, она сидит в народе. Вот это, насколько это, ну, искусственное время. Смотрите, традиция – это вот такой, как бы, искусственной, да, политической привязки какого-то события, она очень давняя. Андрей Боголюбский, великий князь Суздальский, в свое время придумал праздник Покрова Богородицы, который сейчас празднуется и так далее. А ему нужно это было для объединения тогда Владимирско-Суздальских земель. Вот нужно было. Поэтому он там дал задание, люди куда-то поехали в Константинополь, сказали, вот было чудо, там Покров Богородицы явился и защитил. Он говорит, отлично, подходит и использует. Но сейчас же никто не задается вопросом. Все православные празднуют и так далее. Но это было вот так же искусственно, извините. То есть, ну, делают и делают. Да, у меня был дом в деревне на севере, и там была Михайловская церковь. А Михайлов день – это 21 ноября по новому стилю. А по старому стилю как раз где-то близко к 7 ноября. И они просто, вот жители этой деревни, они просто праздновали Михайлов день, в день Великой Октябрьской социалистической революции. И как-то им, в общем, это им не мешало, им было вполне комфортно. А что касается 1 мая, ну, мы знаем историю этого праздника, да, она же связана с событиями в Чикаго. Оттуда все пошло. И близость к Пасхе, я думаю, здесь совпадение. Может быть, там были какие-то попытки, Красная Пасха и что-то в этом роде. Но мне кажется, у народа есть здравый смысл. Народ, в конце концов, все-таки отбирает то, что ему нужно. И понятно, что сейчас, да, в нынешней России и праздник 12 июня, День независимости, тоже у многих людей вызывает вопрос, а это независимость от кого, собственно говоря, да. И действительно, 4 ноября, День освобождения Москвы от поляков, ну, да. Но, может быть, даже главная идея этого праздника, то, что в 600, вот тогда, в 612 году народ в условиях смуты сам начал создавать государственность. Вот трудно, когда Россия была действительно на краю пропасти, но народ вот своим инстинктом, опять же, здравым смыслом, народ понял, что без государства ему же народу будет плохо, да. Там же просто династия вымерла, рюрики закончились. И нужна была смена. Мне, кстати, непонятно, почему 4 ноября стали праздновать не при Романовых, потому что это явно их праздник. В результате вот этого подавления смуты в 1613 году Михаил Федорович Романов сел на трон. И Романовы именно ведут свою династию вот с этого события. Ну, ты знаешь, мне кажется, в царской империи были какие-нибудь праздники, связанные с историей. Мне кажется, что все заканчивалось церковными праздниками. Каких-то искусственных, исторических праздников, таких вот политизированных, просто не было, это очень разумно. А зачем они нужны? Это значит, что политический маркетинг пришел позже. Торговля историческими датами пришла позже. Позже пришла. Когда пришел пиар и так далее. Я заметил, что эти 7 ноября большевики не сразу стали праздновать. Только, по-моему, где-то уже когда было десятилетие Октябрьской революции, в 1927 году. И даже 9 мая празднули в 65-м году. Это Брежнев. При Брежневе, да. А до этого ни Сталин, ни Хрущев этого праздника не знавали совершенно. Ну и, раз речь зашла о праздниках, в Латвии сейчас очень активно празднуется Хэллоуин. Ну вот приходят какие-то американские традиции. Насколько, скажем, в России, мы чувствуем, например, какое-то влияние, постоянное давление. И в Латвии все-таки очень сильны протестантские тоже традиции. И, например, многие люди, которые религиозно настроены, они очень скептично относятся к новым каким-то таким веяниям политкорректности, которые считаются, что навязываются. И, ну, в частности, там вот и как традиции празднования Хэллоуина, гей-парады, там какие-то вещи, которые там признание однополых браков, которые сейчас активно продавливаются, но пока в Латвии не признаны. Вот насколько в России, например, отношение к этим либеральным каким-то тенденциям, оно приветствуется или, ну, я понимаю, что отношения достаточно скептические, но как ему противостоят? Ну, мне кажется, дети любят, да, вот студенты любят эти вот всякие, ну, там чертей там наряжаться они какие-то. Им просто нравится, вряд ли они знают, что это там День всех святых, да, в церковном календаре. Они это знают. Ну, не в нашем, это в западном. В западном, да. Они это знают, я думаю, из голливудской традиции. На самом деле это праздник, придуманный Голливудом. Все эти страшилки, черти, тыквы, трико-трит. У нас нет этой традиции, да, дети не ходят, не стучат там, не просят конфеток. Ну, у нас раньше на Рождество ходили. Ну, было, да. Всякие колядки, щедривки. Поэтому, ну, лишний праздник, почему нет? Я, например, пожалуйста, Бога ради. 14 февраля еще, да, вот. Да, кстати, да. Детям нравится. Да, 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 ну, наверное, а что, действительно детям нравится? Да, они сердечки друг друга рисуют. У меня, в общем, меня немножко раздражает коммерсализация всего этого происходит. Но, с другой стороны, ну, что, бизнес, он и есть бизнес. Людям надо зарабатывать. Людям надо зарабатывать. Что касается гей-парадов, мне кажется, мы к этому пока не готовы. И, в общем. И сильно на этом не заработаешь. И, может быть, и хорошо, что не готовы. Я думаю, что это все-таки нам это не нужно. Есть еще просто звонок, очень долго дозванивается человек. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, спасибо. Спасибо, Александр. Вот все-таки вы не даете вопрос задать. Вот вы очень хорошо, метко, так сказать, заметили. Веяние политкорректности. Ну, так звучит, так сказать, довольно странно. Вот Ельцин-центр, это тоже веяние политкорректности. Ну, ладно, об этом я хочу о рэперах, так сказать. То есть, вот Пригожин здесь, вы как пишете о рэперах, тоже веяние политкорректности. Вот Пригожин здесь не последний человек, так сказать, в России и знаток этого дела. Так он сказал, что вот эти рэперы, это просто стой. Вот лично я специально... Спасибо. Извините, но я понял вопрос. Иосиф, имеется в виду, Иосиф Пригожин. Продюсер. Да, продюсер. Ну, он просто в другой музыкальной культуре находится. Он к рэп-культуре не имеет отношения. А что касается Ельцин-центра, я не знаю, был ли наш слушатель в этом музее, но я, например, был. При этом я не считаю себя каким-то либералом или оппозиционером. Но мне было там интересно, потому что это музей исторический, но это та история, которую я видел, и участником которой я в малой степени был. Да, там путь 91-го года, расстрел Белого дома в 93-м, вот как бы слом коммунистического режима. Да, я не спорю, там есть какая-то идеологическая предвзятость, но она не до такой степени сильная, она не очень раздражает, а просто вот увидеть эти кадры, эти лица, услышать какие-то голоса, вспомнить, как в Москве вот 19 августа всё начиналось. Мне, по крайней мере, это было жутко интересно. И поэтому вот эти нападки на Ельцин-центр я, честно говоря, совершенно не понимаю. Зачем? Если вам не нравится вот так, ну сделайте музей ещё лучше под другим соусом, и пусть люди туда ходят, пусть будет конкуренция между разными традициями. Кстати, нечто похожее было в Москве, когда вот архимандрит Тихон Шевкунов, ныне митрополит, когда он делал свои выставки в Манеже, они такие более государственные, такие, да, более почвенческие, тоже дико интересные, дико современные. Пожалуйста, ходи туда, ходи, смотри, выбирай, что тебе ближе. Вот, на мой взгляд, это нормальная политическая культура, которой в России немножко сейчас не хватает. Политика и вот писатели, насколько писатель может быть в политике, мы знаем, что, ну, есть примеры, когда достаточно, ну, тот же самый Захар Прилипин, например, там, ну, он очень публицистичен в своих высказываниях. Вот, как вы относитесь к этому, считаете ли вы, что должен писатель в своих книгах, ну, обозначать свою какую-то политическую позицию, он либерал, консерватор или нет? Ну, тут у каждого свой путь, мне кажется, каждый писатель имеет право, что его беспокоит, о том он и пишет, да, то есть, ну, Захар действительно вовлечен в политику, он ангажирован даже, там, в боевые действия на Донбассе, ну, и пишет об этом, бога ради. Это то, о чём сейчас говорил Алексей Николаевич, ну, каждый пусть делает всё, что ему нравится, предлагает это публике, и у него либо появляется, либо не появляется отряд почитателей. Я в политику не ангажирован вообще, мне неинтересно, я о ней не пишу. Ну, да, это очень нормально, мне кажется, что вот эта знаменитая некрасовская формула, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, если под словом гражданин понимать вот именно такую активную вовлечённость в общественную жизнь, она вот как-то отошла на второй план, и сегодня каждый хочешь, хочешь быть либералом, как там Дима, Быков, я не знаю, пожалуйста, твое право, хочешь быть в другом лагере, пожалуйста, хочешь никуда не ходить, тоже твое право, от тебя никто ничего не требует, и тебе никто ничего не запрещает, и мне кажется, это очень такая разумная штука, и в отношениях между русскими писателями и государством, я думаю, сейчас именно эта система остановилась, но именно между писателями, потому что вот мне кажется, что вмешательство государства в дела литературы в России, оно впервые за какой-то обозримый исторический период минимальное, нет цензуры, нет никаких политических преследований, хочешь это пиши, хочешь другое, тебе не мешают книги издавать, тебе не мешают их продавать в лучших книжных магазинах, какой бы у тебя не был политический бэкграунд твой, да, там, встречаться с читателями, пожалуйста, я думаю, что сегодня привести пример, чтобы какому-нибудь современному русскому писателю затыкали рот в России, я не хочу идеализировать, как бы, нынешнюю политическую ситуацию, в России там много всего разного, но вот что касается именно писателей и литературы, то мне кажется, что мы живем действительно в условиях свободы. И еще мы живем в условиях, когда действительно становится, писателем может стать практически каждый, ведь раньше были толстые литературные журналы, и понятно, вот это… Но они и сейчас есть? Да, ну вот сейчас, да, они есть, но вот раньше это была какая-то абсолютно понятная схема, то есть человек приносит рукопись в толстый журнал, если это действительно, ну вот там какой-то интересный, с ним начинают работать, редактировать, он публикуется, то есть вот это вот в толстые журналы были какой-то, ну вот, ступенькой между издательством и человеком. Сейчас человек просто выкладывает тексты в интернет, и вот часто бывает, что без всякой редактуры, там, если вдруг он попадает в какую-то струю, он открывает какую-то новую тему, он становится архиизвестным и популярным, не пройдя, вот, может быть, ну, какие-то вот эти раньше обязательные ступени. Вот насколько вот это, ну, вообще толстый журнал, вот их роль в сегодняшней литературе и роль интернета? Вы знаете, снижение роли толстых журналов в жизни общества и в жизни литературы, в частности, как раз связано с тем, о чём сейчас сказал Алексей Николаевич. Оно связано с тем, что государство устранилось. Вот оно раньше финансировало эти толстые журналы, естественно, там был ещё и идеологический заказ, и оно содержало этот действительно огромный отряд редакторов. Значит, я с тобой поспорю, оно их не содержало. Они же все были на самоокупаемости, своими безумными гигантскими тиражами. Они зарабатывали? Конечно, они зарабатывали. Ну, конечно, зарабатывали миллионные тиражи, естественно, они зарабатывали. Нет, я думаю, что как раз вот государство поддержки, мне кажется, вообще литература никогда финансово не зависела от государства. Зачем? Издательства все были прибыльные. Ну, просто в силу того, что огромная страна, огромные тиражи, читающая Россия, идеологическое давление было, это одного другого не отменяет. Но вот финансовой поддержки не было. И в этом, мне кажется, сегодня литература тем и отличается, и поэтому именно литература свободнее сегодня, чем театр или кино, потому что там действительно нужны деньги. Там без денег ты ничего не сделаешь. А в литературе ничего не надо. Писателям ничего от государства не надо, и государству ничего от писателя не надо. Идеальная ситуация. Потому что, да, исчез идеологический заказ. И он, опять же, исчез, потому что, к сожалению, надо признать, влияния нет такого. Просто зачем? Государству, видимо, неинтересно возиться. Оно несет идеологический заказ на телевидении. Да, вот на телевидении там все по-другому. Конечно, там все по-другому. А в литературе? То есть, получается, писатель перестал быть, условно говоря, Львом Толстым, которому шли с вопросом, как жить. Ну, по крайней мере, Льв Толстой мог действительно поколебать устои церкви, устои государства. То есть, сегодня, я думаю, никто ничего поколебать не может. Латвийская литература, ну, латышская литература, скажем, насколько ее шансы на выживание. Потому что, вот, можно представить себе, что раньше издавались ведь на весь Советский Союз. Да, в переводе на русский язык, но это были тиражи там 10, 20, там, а то и 100 тысяч экземпляров. Сейчас, я знаю, просто 500, 1000, это, в принципе, ну, считается, как бы, хороший-хороший тираж. Вот в этих условиях, насколько, ну, вот, скажем, маленький народ, вот, насколько он может, будучи таким, может быть, ну, замкнутым на небольшом пятачке географического пространства, быть самодостаточным или интересным для других? Ну, мне кажется, тут зависит много еще от обстоятельств рождения, там, большого таланта, например. Появится, да, огромный, даровитый писатель, который работает на латышском языке, бога ради. Особенно, если у него в Голливуде купят права и там заделают блокбастер за 300 миллионов долларов. У вас литература будет просто бомба. Не, ну, вот смотрите, поляки, да, за последние несколько десятилетий четыре нобелевских лауреата. Да, конечно, я понимаю, что Польша больше, чем Латвия, но все-таки сопоставимо в том смысле, что это не огромная империя, да, все-таки такая, ну, страна, сколько там, несколько десятков миллионов человек. Поэтому я думаю, что тут действительно должен появиться какой-то человек, который просто заявит о себе на весь мир, маркес появился в Колумбии, да, и там деревня Маконда, там, заглушка, затерянная где-то деревня стала интересна всему человечеству. Вот если, условно говоря, в Латвии появится свой маркес и напишут какую-то потрясающую историю латышской глубинки, или, наоборот, город Рига, да, вот его сумасшедшие истории, какие здесь тоже всякие миграции, народы, какие тут всякие этнические интриги крутились вокруг этого города, и вот он увлекательно это расскажет, как там, как фаус, например, да, то, на мой взгляд, да, тогда шанс есть. Но то, что в советское время, как бы его там ни ругали, как бы к нему ни относились, с одной стороны, да, была циндура, которая все уродовала, но, с другой стороны, для республик Советского Союза через русский язык был шанс выйти к русскому читателю, а дальше и к мировому, и то, что русский язык здесь сыграл благую роль для всех национальных литератур, с моей точки зрения, это несомненно, и в том же Литинституте, на самом деле, и была вот эта вот кафедра художественного перевода, были переводчиками, там Юлия Латынина, известная сейчас всем деятелями, она же училась в латышской группе в Литинституте и занималась художественным переводом с латышского языка. Я помню, у меня был очень интересный фрагмент, эпизод такой, связанный с латышскими писателями, это был литературный экспресс Европы-2000, когда писатели в Лиссабоне все собрались со всей Европы в честь миллениума, да, и вот на поезде мы ехали через всю Европу 40 дней, и латышские писатели поначалу держали себя с нами так несколько надменно, не хотели говорить по-русски, как-то что-то, ну, глупость какая-то, но потом, поскольку он у сока ехать, там, каждый день выпивали, общались, они забыли, что они не знают русский язык, они вспомнили, что они учились в Литинституте, это было классно, это было здорово, и началось какое-то вот такое братание, общение, и, по-моему, это идеальная схема, да, что все-таки в отношениях между людьми, так или иначе здравый смысл и добро должно перевешивать все там реальные и мнимые трения и проблемы и конфликты, которые между народами существуют. У нас буквально вот осталось две минутки, но хотелось задать вопрос вам, как преподавателям, нынешняя молодежь, вот, пишущая молодежь, насколько она, ну, вот внушает надежды, оптимизм, насколько она образована, насколько она обладает ли вот какими-то, ну, теми, может быть, знаниями, которыми обладаете вы? Я думаю, молодежь во все века всегда одинаковая, она талантливая, интересная, дерзкая, наглая, раздражает нас, стариков, мы брюзжим, но в итоге, правда, будет за ними, мы уйдем. То есть ты льстишь молодежи? Нет, я не лечу, я просто физически вам говорю, с точки зрения времени, хронологии, мы уйдем раньше, а им останется все. Хорошая, мне кажется, точка для сегодняшнего разговора, который будет продолжен в 19 часов, приходите обязательно, Алексей Варламов и Андрей Геласимов, российские писатели, будут в книжном кафе «Полярис» в домине в 19 часов, приходите, заодно и книжки вам подпишут, вы сможете приобрести их. Спасибо огромное вам за то, что... Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.